дорогие друзья и зрители нашего канала я рад вас приветствовать на нашем с вами канале а с кем уже неоднократно продавали покупали делали ремонт и дорогие друзья строили дома я имею право семья всем привет это сочи краснодарский край с вами как обычно дмитрий александрович консультант по подбору недвижимости в городе сочи низкий вам поклон очередная презентация моего самого ближайшего соседа и я еще раз говорю эта история не только про продажу дома это именно история о поиске адекватных меняем их соседей мне лично здесь нужна адекватная семья любого возраста дети приветствуются пожалуйста без детей пожалуйста с внуками пожалуйста как вам комфортно дорогие друзья и наш сосед мой сосед пошел мне навстречу отдал мне дом эксклюзивную продажу просто понимает прекрасно что я себе ищу соседа дорогие друзья по моему мнению одно из лучших предложений на самом деле домов в моем поселке не так много с ремонтом а точнее на сегодняшний день этих дома 2 на продаже вот это один из них мой самый ближайший сосед сразу по характеристикам 5 и 3 сотки земли 224 квадратных метра дом 3 этажа ремонт мебель техника отличный бассейн полноценный 8 на 3 глубиной по моему метр восемьдесят на глубокий бассейн вот поэтому у меня бассейна пока нет я буду приходить вам гости готовьтесь и буду плавать хотя меня вот неоднократно а мои соседи приглашали но я ни разу сейчас не пришел не попал скромность дорогие вот поэтому великолепное предложение цена без торга без ничего 28 миллионов рублей лучшая цена у нас здесь что называется спасет да и принципе для сочи это адекватная хорошая на сегодняшний цена я в игры такие не играю что давайте 30 потом 2 миллиона вам скидки и так далее не играю в эти игры вы можете как бы это может с другими риэлторами как бы пообщаться в таком формате 28 миллионов рублей без торга ипотека пожалуйста а наличные пожалуйста ну может быть не знаю вот знаете придете с наличным может быть как бы собственник согласиться каким-то образом что-то еще уступить да вот но это уже по ситуации по факту просмотр и так далее все переворачиваем камеру и продолжаем значит так ситуация на следующий камера немножко будет так вот ходить этот новый формат как бы настроил ну давайте я сейчас перестрою прошу прощения процессе потому что что-то последнее время не совсем адекватно себя ведет наш стабилизатор давайте вы пока полюбуйтесь пожалуйста фасадом полюбуйтесь бассейном а я сейчас еще раз несколько кнопок нажму следует по оси поворот но вроде все нормально так дорогие друзья самое главное что вам нужно знать смотрите бассейн еще раз говорю 8 метров вот таким вот образом выглядит у нас фасад ничего не так сказать пачкается ничего не берет ничего не течет ничего не протекает люди прожили уже более четырех лет более четырех лет а значит совсем недавно были еще дополнительно проведены работы по водоотведению и так далее там у вас небольшой кусочек земли здесь есть для того чтобы вы здесь что-то себе посадили здесь самый крайне адекватный сосед у вас это роберт да вертолетчик летчик вертолетчик вот очень адекватная семья пока не живут на спор заедут здесь у вас вот пожалуйста славик вы все прекрасно знаете с олей проживает здесь дмитрий александрович ваш покорный слуга лучший человек в мире для того чтобы жить полноценной жизнью рядом с таким человеком я главное чтобы вы были таким же человек как я это самое главное вот и мы будем жить душа в душу потому что сосед это 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 ближе чем рот это самый близкий родственник понимаете да сосед потому что когда здесь у серёги происходит какой-то праздник и так далее я говорю серёж 2 часа ночи ну выходной он такой дим выходной я бы хорошо себя без проблем вот а если будни мы здесь живем все спокойно вашу всех дети у всех школы и так далее спокойно там не до 11 до 12 можно как бы покурались а потом все ложимся спать вот всем на работу бассейн здесь соответственно оборудование какое-то там по какой-то сказать хлам для хранения здесь соответственно с доска под доской проложено чтобы понимали так сказать еще раз года отведения барбекю здесь летом выходите соответственно кайфуете небольшая кухонная таскать можно сказать зону помыть там посуду так далее здесь хорошо и тенек и вроде и солнышко и так далее здесь пожалуйста высаживайте плодовые деревья плодовые деревья вся вода которая соответственно идет попадает на участок она вся дренажирует нигде здесь вода не стоит ничего здесь не топит и она попадает уже непосредственно в колодец который в этом году дмитрий оксаныч кто наблюдал за мной знает сделал вот это огромный огромный колодец вся вода попадает техническая вся дождевая вода попадает сюда и дальше потихонечку потихонечку уже дренажирует мой колодец который в конце участка и так далее 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 да здесь тоже будут дополнительно я сделаю потом соответственно ближе к лету уверен что я сделаю здесь соответственно хороший бетонную дорогу будет хороший подъезд вот поэтому проблем нет теоретически можно и отсюда сделать калиточку и заходить с этой стороны. Но у нас есть подъезд, соответственно, еще и с той стороны, я сейчас вам покажу. Друзья, многие как бы боятся хай-тек домов, как у Дмитрия Александровича, потому что кровля как бы требует определенного обслуживания, плоская, да, а вот такие классические кровли, как бы, да, они, ну, издревле считались самыми безопасными, самыми практичными, и в данном случае как бы она здесь, такая кровля и имеется. В свою очередь здесь, вот непосредственно здесь, я бы, конечно, высадил какой-нибудь сад, полноценный сад-огород, здесь доска, как вы видите, здесь у нас керамогранит, здесь у нас, соответственно, скважина более 80 метров, и вода никогда у нас нигде не заканчивается. Посмотрите, обратите внимание на фасад, дом простоял 4 года, посмотрите, пожалуйста, фасад, кстати, он подсвечивается, хорошая здесь подсветка, виды потрясающие с балкона, вы потом попозже это увидите, здесь тоже у нас, соответственно, ну, вся территория, весь периметр внесены с забором, также, какая вода дождя попадает, видите, здесь керамогранит, 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 все это, соответственно, дренажирует, крыши все водостоки сделаны, все это идет в промежуточные дренажные колодцы и уходит Дмитрию Александровичу, все. В свое время здесь было масса с этим проблем, все проблемы решены, устранены, сразу вопрос, отвечая на ваш немой вопрос, не что с этим участком, здесь мы уже с вами определились, что здесь мы с вами сажаем какие-то там туйки и так далее, хочу вам просто фасад еще с этой стороны показать, чтобы вы поднимали, что все в порядке. Кстати, смотрите, друзья, мы попозже чуть поднимемся с вами на третий этаж, у нас же три этажа, мы поднимемся на третий этаж и изначально, когда люди в свое время покупали, была идея какая, отсюда сделать лестницу, и это технически возможно без проблем, окно, из окна сделать вход, и там полноценная квартира, там кухня-гостиная и спальня, огромная площадь, именно под аренду сдавать, ой, тут тоже птичка, у меня живут и здесь, смотрите, то есть и поют, вот, это технически возможно сделать, поэтому если вы под аренду, либо может быть, так сказать, ну, нужна будет другая, соответственно, площадь, технически возможно, когда поднимемся наверх, я вам все объясню, вы все поймете. Давайте немножко еще все-таки по подъездным путям, чтобы было понимание. Давайте еще здесь, смотрите, это все ваша территория тоже, две машины, видите, спокойно стоит, тут, где-то здесь бросил, напоминаю вам, еще у нас есть дом здесь в продаже, 26 миллионов рублей, 5 сотых земли, 190 квадратных метров, вот тоже, чтобы у вас было понимание, это два лучших предложения и два моих ближайших соседа, больше вы здесь за эти деньги ничего с ремонтом не найдете. Без ремонта, да, есть и за 30, и за 40, и за 43, и за 24, и за 23, но это без ремонта. Ну, на ремонт в любом случае, дорогие друзья, на отделку территории, ну, ремонт это минимум 5-8, это я так бюджетные варианты вам говорю, плюс бассейн, если, то это однозначно миллиона 3-4, еще 5, добавляйте, в зависимости от размера бассейна. Смотрите, подъездные пути, здесь бетонная дорога, 200 метров, это я максимально расстояние называю вам, у нас автобусная остановка, детей бесплатно в школу, доходство у нас отсюда 6 километров, и вы уже на море, улица Платановая, улица Октября, улица, соответственно, 50 лет СССР, и вы все там непосредственно, дорогие друзья, ну, вся инфраструктура у нас там, кафе там, все магазины там, барбершопы там, спорт там, для детей там, третья школа там, лицей пятый там, детский садик, а три штуки там, все там есть абсолютно для того, чтобы вы вообще не выезжали никуда, но если вам надо в аэропорт, 25 минут от этого места вы в аэропорту, если вам надо на морпорт, центр Сочи, 25 минут, и вы в центре Сочи. Лучшая локация, в окружении просто нереального леса, везде, везде, куда вы не пойдете, будет везде леса, леса и потрясающие виды, которые я вам чуть позже покажу, на горы, на, так сказать, зелень однозначно. Внизу двухполосная асфальтированная дорога, улица Мичурина, спокойно, вы на машине за 10 минут доезжаете до Хоста, это на максимальном расслабончике. Все, 15-го цвета, три фазы, вода всегда есть, есть проблем никаких, мы никогда не испытываем, люди прожили 4 года, отвечая на нем и вопрос, а почему же, собственно говоря, продают? Участок на два дома, сейчас живут с кестем, с родителями, участок на два дома, посреди двух домов, уже давным-давно куплен в районе Мацеста, люди будут строить два дома и переезжать, поэтому никуда не денутся, они все здесь, проблем никаких нет. Вот, люди военные, с характером, порядочные максимально, поэтому не переживать. Кстати, вот тоже здесь, ну, в окружении, чтобы вы понимали, все нормально, вот дом, вот дом, вот дом, вот дом, вот дом, вот дом, то есть нету никаких, знаете, там, старостроевый и так далее, там подобное. Вот, Антоха построил там, ну, то есть это времянка, это не дом, как бы это вообще какое-то просто что-то стоит такое, его убрали, по-моему, с другого участка и как-то переставили здесь спецтехникой. Вот, поэтому вот такая вот история. Считаю, что лучшее предложение не то, чтобы здесь у нас в поселке, вот Никита здесь тоже, посмотрите, какой у него здесь нереальный итальянский стиль, да, средиземноморский, потрясающе, сейчас я вам буду показывать с комнат, какие потрясающие у нас виды на горы. Рядом, дорогие друзья, лучший храм, прямо вот пешей доступности святого царя, святотерства Николая II. Рядом у нас две конюшни, налево, если километр, магнит прямо в поселке, озон, кто девочки любят, вот эти дела, Вайлберрис, озон. Направо у нас при въезде пятерочка, двухполосная асфальтированная дорога. И где вы, скажите мне, пожалуйста, где вы лично, вот поездив по Сочи, там, по разным районам, там и так далее, там подобное, многие говорят, вот, Дмитрий Александрович, ну вот лучше жить там где-то, я не знаю, там, на Барановке, еще где-то, еще где-то, ну, разный район называть. Друзья, вот давайте просто сядем на машину, и вы поедете в центр Сочи, и посмотрим, за сколько вы доедете, допустим, с пластунки в центр Сочи, вы доедете за 25 минут, и я отсюда доеду за 25 минут. Но в аэропорт, в Адлер, когда вам надо будет, вы доедете за час, а уже я, соответственно, доеду туда за 25 минут, понимаете, в Сирию, без проблем. Поэтому лучшее вам место для жизни, чем село Каштаны, где я проживаю уже более трех лет, мое мнение не найти. Я бы 10 раз уже переселился, продал бы, переселился куда-то в другое место, а я все вкладываю, вкладываю, здесь довожу все до ума, и еще буду, может быть, еще там, сколько-то лет подряд вкладываю, потому что я считаю, что это лучшее место для жизни. И кто бы сюда не приезжал ко мне, обычно, люди, которые нацелены на покупки, они без покупок не уезжают. Либо земельный участок, либо дом, либо еще что-то, ну, то есть люди покупают в любом случае. Вот отсюда даже стою, вот смотрите, маленький, да, маленький кусочек, видно, да, видите, вид на море. Поэтому, дорогие друзья, если вы действительно желаете себе приобрести хорошую недвижимость в городе Сочи, а это капитальный, монолитный дом, да, с ремонтом, вам надо взять такую трусики на Сочке и переехать. Я знаю, как человек здесь вкладывался, как они здесь делали, много чего переделали, доводили до ума, потому что люди прожили, прожили 4 года. Не просто так приезжали на недельку, а прожили, понимаете. С шикарным, еще раз говорю, бассейном, полноценным, где вы можете спокойно плавать, с подсветочкой, ваши дети будут купаться, Дмитрий Александрович будет, еще раз говорю, приходить в гости купаться. 28 миллионов рублей. Ипотека, наличные, это реально за эти деньги полноценную квартиру вы во фруктах или в хорошем комплексе, там типа ЖК «Сокол» и так далее, вы не купите, Сочи парком и так далее, но вы не купите, потому что полноценная квартира 100 квадратных метров, по 280 тысяч за квадрат, вы никогда не найдете. 380, 400, 500, 600, да, вы найдете, но это уже будет и ценник другой, 40, 50, 60 миллионов рублей. А здесь у вас 3 этажа полноценные, 224 квадратные метра, где вам надо взять, еще раз говорю, только трусы, носки, грубо говоря, личные вещи и переехать, и вот вам, пожалуйста, и сад, и огород, и дети ваши гуляют, и внизу детская площадка, еще раз говорю, и храм, и магазины, и, конечно же, вы приедете, вы будете здесь, ну, наверное, на машине, но если даже не на машине, вот вам автобусная остановка 129-й курирует без остановки 40 минут с перерывами в 40 минут, проблем нет. А детей бесплатно возят в школу и обратно возвращают на автобус. Шикарно. И двухполосная аспортированная дорога прямо к вам до дому, а дальше по бетоночке вы поднимаетесь 200 метров вверх. То есть никакой не надо, глины, земли и так далее. Я вам от души говорю, что это лучшее предложение в Сочи. И меня, причем, очень многие люди интересуются этим домом. Очень многие люди спрашивают. Ну, я, конечно, пытаюсь, когда они спрашивают, я пытаюсь узнать, кто они, чтобы понимать, собственно говоря, кому мы будем это все дело продавать, кто будет нашим соседям. Меня больше этот вопрос волнует. Поэтому приезжайте, я покажу вам все, что есть, но на выбор только два дома у нас с ремонтом. И один из них – это вот этот великолепный дом. Все, дорогие друзья, прислушайтесь, пожалуйста, к этому вопросу. Я вам искренне это от души желаю. Хорошо, теперь я сейчас пройду в дом и покажу вам, соответственно, как еще раз все выглядит в доме. Я думаю, по придомовой территории вам понятно. Мне, например, все понятно. Здесь бы я посадил бы шикарный сад, ну, не умею уж гольф здесь делать же, да, шикарный сад, но в принципе, теоретически, вы можете и баньку поставить аккуратненько, небольшую такую, знаете, бочка-банька или просто, ну, сделать из деревянного какого-то сруба небольшую баньку. То есть, возможно, места предостаточно. Там при входе вы видели, да, сколько еще у нас здесь можно тоже посадить какие-то зеленые насаждения или плодовые деревья, там, допустим, лимоны, мандарины, например, например, да, или что-то такое. Ну, и за домом тоже есть кусочек, да. То есть, все для жизни здесь есть. И лежаки поставить, и позагорать. И вот сейчас у нас, посмотрите, январь месяц, какая шикарная погода. Просто шикарная погода. Я мог бы в майке ходить, но вот, видите, отделаться с толстовочку, потому что, как бы, типа, мерзглявый человек. Все, хорошо. Дальше, сразу отвечаю на вопрос, это декор. Перекрытие у нас монолитное. Везде по всем трем этажам у нас теплые полы. Еще раз говорю, монолитное перекрытие. А то многие спрашивают, что из дерева. Это декор, дорогие друзья. Ну, типа, знаете, как стиль такой, типа, шалей, не шалей, там, что-то такое, да. Вот. Поэтому проходим в дом, и дальше, соответственно, я вам показываю. А здесь, я вас уверяю, ребята проводят очень много времени, и вы наверняка будете проводить очень много времени тоже здесь, когда купите этот дом, потому что это такое интересное. Здесь когда жара, ребята в тени сидят, ну, и так далее. Интересная история очень. И я все время из этого окошка, соответственно, спускаясь с лестницы, со своей спальни наблюдаю и говорю, привет. Ну, все, давайте пройдем в дом. Так, дорогие друзья, заходим в дом. Смотрите, кто видел, может быть, предыдущие какие-то ролики, у нас здесь были обои, все переделали. Смотрите, сделали на стенах штукатурочку. Вот такой вот у нас Мерседес здесь на общаке. У нас есть такой кот, со всеми живет, мышей ловит. Так, блинчики на столе. Смотрите, дорогие друзья, кухонная зона, потрясающее панорамное окно, панорамное окно, и все это, соответственно, вид на бассейн. Здесь, вы понимаете, да, грубо говоря, ваши любимые лежаки, лежит, кайфует, пьете вино. Еще раз говорю, зовите Дмитрия Александровича к себе. Все, что вы видите, все, естественно, еще раз говорю, остается, понятное дело, вы приходите и уже живете полноценно. Раскладной диван, он собирается, телевизор, тумбочки. Обратите внимание, светлая, стиль шале, да, сделаны такие балки из дерева. Не знаю, мне нравится, очень симпатично все смотрится. Мы их перекрасили чуть-чуть в темный свет, были более светлые. Вот эта расцветочка мне нравится гораздо больше. Смотрится очень красиво, прям четненько. Вам тоже, девчата? Обнял. Подлестничное пространство для хранения хлама. У нас здесь техническое помещение, ну, все необходимое оборудование, накопители и так далее, все здесь есть. Wi-Fi, роутеры, разводочка вся по электрике, насосы, фильтры и так далее. Большая, дорогие друзья, большая ванная комната. Если захотите здесь поставить ванну, нет проблем, стиралочка, раковина, зеркальце, все необходимое для жизни. Огромная, огромная душевая, с окошком, все как положено, просто здесь можете к десятерому мыться. Ну, в общем, все, что называется, супер. Друзья, честное слово, была бы финансовая возможность, купил бы, сдавал бы в аренду, сотка это вообще минимум, даже не обсуждается. Это без летнего периода я сейчас говорю, это я говорю сейчас, вот сейчас, допустим, любой период. А так можно как бы сдавать и посуточно, и на всякий корпоратив, потому что есть бассейн, вы понимаете, и так далее, и тому подобное. Вот, поэтому, кто хочет поспособствовать Дмитрию Александровичу и подкинуть 28 миллионов рублей, я с огромным удовольствием куплю этот дом себе, потом останется детям и так далее. Да? Обонял. Так, теперь дальше. Поднимаемся по абсолютно адекватной, удобной лестнице на второй этаж. Вот, посмотрите, обратите внимание, у нас все так красиво. Ну, не знаю, мне очень, очень и очень нравится. Поднимаемся. Вот, у нас монолитные, бетонные перекрытия, двойная армировочка, везде теплые полы, по всему периметру первого, второго и третьего этажа. Смотрите, поднялись на второй этаж. Давайте слева направо. Комната номер раз. Комната номер раз. Что сейчас зашторено? Наверное, люди отдыхали? Ну, я вам сейчас покажу. Потрясающие виды на горы. Потрясающие виды на горы, на ваш сад, на зелень, просто реально потрясающие. Здесь все есть необходимое для жизни. И кровать, и шкаф, ну, и здесь розеточки все выведены, свет, то есть можно здесь устроить детскую кабинет, как вам хочется. Дальше. Есть еще одна спальня, из которой бы я просто сделал ванную комнату. Объясню почему. Потому что это будет такая большая, капитальная ванная комната. А сейчас здесь получается у нас спальня и, ну, грубо говоря, санузел, душевая. Вот так все сделано. То есть я бы из этой комнаты просто сделал бы полноценную ванную, огромную, большую ванную комнату. Дальше. Родительская спальня, по мне. Двухспальная кровать. Комната очень большая. Два панорамных окна. Такими же потрясающими видами на горы. Ну, на самом деле, бомбическими. То есть вы просыпаетесь с видом на море и с видом на вашего любимого соседа Дмитрия Александровича. Здесь вы уже видите, как Екатерина Андреевна по утрам занимается вот на террасе йогой. Или как мы вон плаваем, допустим, там в джакузи, например, да. Вот у Дмитрия Александровича, видите, фасадиком есть проблемы. Есть. Вот. Потому что все делалось не по уму, все надо переделывать. А здесь у вас классический дом и никаких проблем. Нет проблем. Классическая кровля. Классная. Родительская спальня. Вот просто вы просыпаетесь отсюда и, друзья, виды, просто шикарные виды на горы имеете. Дальше еще одна спальня. Если муж с женой не спят вместе, допустим, они в ссоре, и есть еще одна спальня запасная. И она здесь. Все. Тоже полноценную спальню на кровать. О, привет, привет, барышни. Туалетный столик. Садитесь здесь, соответственно, обудите. Здесь макияж, красоту. Опять же, еще ближе вам становится ваш дорогой Дмитрий Александрович. Вот. Отсюда тоже такие же потрясающие, друзья, с каждой комнаты просто бомбические виды на горы. Просто, ну, нереальные виды на горы. Друзья, очень классный дом. Ну, вот просто послушайте меня. Вы упустите, потом вы такой не купите. Вы не купите такой. Не купите. Мы поднимаемся на третий этаж, девочки, вперед. И показываем наши акробатические кульбиты, которыми мы научились. Здесь, кстати, вот интересная такая ниша. Можно какой-нибудь шкафчик здесь вставить. Поднимаемся. Такое же монолитное перекрытие. Такие же теплые полы по всему периметру. С правой стороны сразу огроменная просто ванная комната. Ну, просто огроменная ванная комната. С окном, естественно. И вот то, о чем я вам говорил. Помните, о чем я вам говорил? Здесь выводы все сделаны под кухню-гостиную. Вода приходит. Вода уходит. Пятьдесятка здесь труба. Все розеточки встроены. Почему? Потому что здесь планировалось сделать вход. Помните, я вам сказал, лестницу делаем, да? Помните, я вам сказал, снизу делаем лестницу. Я вам сказал, оттуда я снимал. Поэтому планировалось это окно переделать в полноценный вход. И здесь, соответственно, сделать квартиру. Под аренду, либо, может быть, еще как-то, да? То есть, это кухня-гостиная. Места предостаточно. И вот отдельно одна или две спальни. Потому что окна два. Можно даже две спальни сделать. Разделить на одну спальню и на вторую спальню. огромная ванная комната диван девочки давайте что мы сделаем как у тебя не знаю там колесо там или что-то что-то там шпагатик что мы можем ничего себе прошу поставить лайк дорогие друзья ну-ка а вам слабо друзья и вот этот конечно этаж славе красавчик вышел сейчас утра смотрите у славика таксопарк автопарк раз два три 4 4 тачки вот то ли дело дмитрий санч ни одной и здесь уже видите еще раз как вот значит все купаются все отдыхают вот кровля вот то чем я вам говорил вот смотрите кровля вот смотрите видите здесь вроде как бы сухо а там все равно собирается понимаете да и постоянно стоит вода слава богу здесь у нас нету вокруг много деревьев вот прям здесь рядом иначе было бы здесь листва и все бы это дело забивалось поэтому эти вода стоит а следователь эта кровля она требует обслуживания в отличие от классической классическая у вас все сделали и раз и на века а здесь надо дорогие друзья все равно 1 3-4 года переделать либо укатывать все это керамогранитом вкладывать там я не знаю миллиончик переделывать кровлю понимаете ну такая история на самом деле специфическая просто знаете об этом что этот кровля она требует как бы ухода вот здесь та же самая была история была нарушена гидроизоляция вот здесь на террасе все это парень иlessа покупал плитку дорогущую preciso это переделывал теперь видите там внутри как более менее красота и то и то все равно разоклонку правильно не сделали до конца хотя старались старается видите вон там видите что лужа собирается и вода не уходит хотя старались 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 и тем не менее всего ново пустили оно равно поэтому классическая кровля в этом плане очень и очень хорошо буду надеяться что в следующем году здесь как по цельки появится правильно парковка все будет четкие подъездные пути будут классные. Вот прям отсюда можете заныривать, дорогие друзья. Здесь также вы имеете шикарные видовые характеристики, но о них сейчас... И вот он вам кусочек моря, прям отсюда, видите, за моим домом, вот, пожалуйста, кусочек моря. А вот вам Билла Маунт, дорогие друзья, вот эти дома, 14 домов, которые последние были проданы по 65 миллионов, которые по характеристикам 160, 170, 150 квадратных метров на 4-5 сотках земли. По 65 миллионов, дорогие друзья, были проданы последние дома, и это дома без ремонта, и они были проданы. Вот вам и вся история. А я вам что предлагаю? Что я вам предлагаю? Вы понимаете, о чем я вам вообще говорю? Толкую. И вот вам еще панорамное окно с выходом, естественно, на террасу. Здесь керамогранит, просто шикарная история. Все как, смотрите, красиво смотрится, стиль просто шале, балдежно. Это уже доделывал, соответственно, собственник Сергей, сам доделал. Нержавеющая сталь, каленое стекло, все смотрится просто потрясающе, модно, стильно и молодежно. Молодежно. Вот, соответственно, пожалуйста, вам соседство. Потрясающие виды. Десятый раз вам повторюсь, просто на горы. Небольшой кусочек моря тоже имеется, друзья. Ну и вы здесь смотрите на свой сад уже, соответственно, огород. И на свой, собственно говоря, бассейн. Пятнадцатый раз лучшего соседа в мире. Ну, скажите, задолбал. Друзья, я заканчиваю. По всем вопросам, связанным с строительством в городе Сочи, ремонтом, покупкой недвижимости по лучшим ценам. Участок, дом, квартира, без разницы. Набирайте мне, пожалуйста, огромное удовольствие, я помогу. Сделаю ремонт за лучшие деньги в городе Сочи, моя компания. Сделаем вам, построим вам дом за лучшие деньги в городе Сочи. Возьмем у вас доверительное управление. Если захотите вот этот дом, например, сдавать посуточно, не захотите в нем жить, возьмем у вас доверительное управление, будем сдавать его, как пожелать, посуточно, помесячно, следить за этим домом, соответственно, рекламировать, делать мелкий ремонт, продвигать этот дом, клининг. Все это на наших плечах с вами. Поэтому по всем вопросам, связанным с недвижимостью, в левом нижнем углу экрана номер телефона, по которому вы всегда можете написать на WhatsApp, позвонить, сказать, Дмитрий Александрович, нам нужна помощь. Я вас просто вот редко, не то что там прям говорю, что нравится, нравится, хороший, хороший. Но вы, пожалуйста, включите голову, задумайтесь, подумайте, рационально помыслите. И чем покупать, например, я не знаю, за 15 миллионов рублей 30 квадратных метров, где-то там в золотом треугольнике, может быть, все-таки имеет смысл купить полноценный дом на своей земле и уже ни о чем не переживать и переехать сюда в соответственно жить. Я знаю, что этот дом продам. Если я его не продам за 28 миллионов рублей, значит, я продам его потом за 33 или за 35 миллионов рублей, я знаю, что конкуренции нету, понимаете. Ну, не так много вариантов по всему Сочи для того, чтобы купить хороший себе объект недвижимости с хорошим уже состоявшимся соседством и так далее и тому подобное. Катаклизма у нас здесь не происходит, когда идут ливни и дожди, нас здесь не топят. Раз, два раза в год отключают свет, там на полчаса, а на час это не критично. Поставите, как я себе, генератор и будете в этот момент заводить себе генератор. Мы здесь не мерзнем, не замерзаем, с голоду не помираем. Магазины все есть, все рядом. Ну, в общем, лучшее место для жизни в городе Сочи. Поэтому я вас всех обнимаю, желаю вам всем счастья, здоровья, любви. Всегда для вас на связи. Если вы в городе Сочи что-то продаете ликвидное, просто наберите мне, скажите, Дмитрий Александрович, мы продаем, помогите. Я приеду и помогу. Ссылочки на все социальные сети есть в описании под каждым видеороликом. Там Инстаграм, ВК, Телеграм-канал, Рутуба, Ютуба, Яндекс.Зен и подписывайтесь. Еще раз говорю, не забывайте обращаться по просчету, по составлению сметы, по ремонту, по строительству и по доверительному управлению. Ну и, конечно же, если вы хотите в любом комплексе в городе Сочи первичку, вторичку купить по лучшим ценам, назовите мне жилой комплекс, сделайте мне запрос, я пришлю вам всю шахматку, все, соответственно, все возможные скидки, которые я могу сделать. Скидки делаю от 100 тысяч рублей. Это на квартиры. И бывает и миллион скидки на квартиры. Такие комплексы, как кислород, Сочи парк, там у меня есть как бы лучше, чем у застройщика цены. Ну и во многих комплексах на самом деле. Ну и по домам тоже могу всегда делать скидки вам там 500 тысяч, миллион, в зависимости от того, какой вы мне объект пришлете. Все, я вас обнимаю, всегда для вас на связи. Костью, здорово, любви, берегите себя. Всех благ. Я вас обнял с ними. Поставьте лайк, подпишитесь, нажмите на колокольчик, напишите комментарий, если вам не сложно. Пока, семья. Пока. Спасибо. Спасибо за внимание, что долго так меня сегодня прокопили. Закончу, собственно говоря, видовыми характеристиками. Вживую, кто здесь будет, тот все поймет. Говорю вам пока-пока, обнимаю и жду вас в качестве своего нового соседа. Не упустите «Обнял».